С момента появления на свет великого русского поэта прошло без малого 223 года. Уникальное наследие, которое оставил после себя Александр Сергеевич Пушкин, оказало огромное влияние не только на формирование русской, но и мировой культуры. Его стихи знают наизусть, а отрывки произведений расходятся на цитаты. Сегодня в Пушкинском сквере собрались певцы, музыканты, художники и артисты, которые согласились с утверждением Аполлона Григорьева о выдающемся таланте и невероятных способностях поэта. Ведь Пушкин действительно наше все. Это именно та фигура, которая объединяет разных людей по вере, по национальности, по неким взглядам на жизнь. Но есть вещи, которые гуманные, которые благодаря таким людям, как Александр Сергеевич Пушкин, они становятся, как говорится, традиционными и давлеющими. Сегодня все очень совпало, и нам приятно, что к 35-летию пушкинского общества Самары сегодня организован вот такой красивый, очень выразительный праздник. Праздник действительно оказался красивым не только по содержанию, но и по форме. Организаторы праздника наполнили сквер яркими образами, с которых легко считываются персонажи сказок Александра Сергеевича Пушкина. Например, мое внимание привлекла дружина Черномора. Питерская погода не напугала настоящих почитателей таланта Александра Пушкина. Напротив, лишь добавила колорита. Свидетелями празднования годовщины в одноименном сквере стали представители разных поколений. Я об этом знала давно, и независимо ни от какой погоды, я все равно бы пришла на этот великолепный праздник, потому что я знаю, что сколько сил положили у строителей этого праздника, чтобы он состоялся. Я думаю, это не подлежит забвению какому-либо, и все будут помнить. Торжества, приуроченные к дню рождения Александра Пушкина, прошли на различных площадках города. В библиотеках и музеях комплекса звучали отрывки из классических произведений поэта. Также культурные мероприятия провели на открытом воздухе. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.